всем привет друзья и это кар механик симулятор 2018 вот я думаю что особо представление эта игра не требуется в общем-то игра довольно таки старая и она начала свой путь 2014 года это уже по-моему 3 там была и мобильная версия этой игры вот я ее видел несколько раз там на всяких различных видюшках в общем задача чуть простая у вас есть кучу разных машин которым вы получаете на ремонт и нужно их ремонтировать есть эти различные другие направления типа влазить тут по карте по свалкам по сараем искать машины и собирать их вот ну собирать для себя вот я купил сейчас машину lotus esprit s1 немножечко и и доукомплектовал ну и оставил как бы до будущих времен потому что у меня пока что гараж небольшой и нет возможности починить кузов и так как нет возможности починить кузов естественно ну как бы кузов у меня сейчас состояние 30 процентов я решил ее пока не трогать вот для того чтобы починить кузов мне нужно добраться аж до 30 уровня сейчас у меня 14 и для того чтобы до него добраться соответственно нужно выполнять заказы других людей ну и вот у меня сейчас стоят машины на ремонте и как бы такое вот краткое знакомство с этой игрушкой на моем канале от меня лично будет сегодня для вас присаживайтесь поудобнее видос будет видит не знаю ну мы сегодня наверное вот возьмем посмотрим по времени возьмем наверное вот этот вот болт халкет и я думаю что это скорее всего кого-нибудь фордец просто потому что не захотели его называть так как надо но не купили название скажем так очень много машин здесь с названиями не совпадает ну тут не знаю типа как в мазерате я не знаю написано что royal royal crown окей не важно окей давайте смотреть чего с машиной значит подвески есть люфты подвеска стучит и шоссе в общем все в машине все проблемы в общем с шоссе поднимаем ее на подъемники и сразу же смотрим чеком к чему у нас так беглым взглядом так она не особо видно да вот если так посмотреть ну и сразу видно да что у нас здесь амортизаторы полетели сзади это раз с этой стороны у нас что ну и с этой стороны тоже полная жопа с передней пружиной рычагом подвески понятно короче говоря давайте разбирать значит сначала вот это вот дело вот эту штуковину тоже мы сейчас открутим сразу хочу сказать для всех критиков что я в принципе до этой игры никакого опыта с вязаным с ремонтом машин не имел вот и все то что я здесь делаю это по сути первые мои мои как бы шаги в этом направлении вот поэтому иногда я буду делать это вполне возможно нелогичные вещи вот как например сейчас я подозреваю что я но не совсем правильно поступаю хотя правильно поступаю потому что для того чтобы разобрать эту фигню надо разобрать вот этот вот в общем единственное чего мне на самом деле в этой игре не хватает по большому счету это это уже как говорится опять же с точки зрения вот ну общался с людьми которые играли в прежние версии не хватает возможности более расширенной кастомизации собираемых машин потому что но все как бы очень линейно и тюнинг очень такой ограниченный скажем так вот тоже вливая тяга я так вижу здесь полетела вот и поэтому как бы а и самое главное что тоже меня огорчило в этом направлении это то что конечно ну собрал ты машину все круто конечно а честь не дальше делать то есть по сути делать с ней дальше ничего то есть нет никаких то там каких-то гонок или чего-то такого вот где можно было бы обкатать тачку там что-то такое поэтому конечно в этом плане играю еще далека от этого и по сути вот ну по крайней мере по мнению тех людей которые играли предыдущие версии карме хоть механик симулятор говорят что говорят что игра не сильно изменилась с 2015 года вот и как бы тут ну какие-то может быть дополнение делся есть но по большому счету ничего такого но вот в игре не появилась с тех пор как вышла новая версия там глобального такого да вот поэтому естественно я не знаю сколько людей играет в эту игру я знаю что довольно таки много есть по этой игре видосов вот и многие там собирают разные машины я вот приготовил специально тачку этот вот лотус для чего для того чтобы следующем видосе как бы когда я возьму уже 30 уровень мы смогли ее с вами собрать вот ну а это видео по большому счету такое вступительное скажем тогда по этой игре я когда начал играть честно говоря думал что не знаю я думал что у меня не сильно она затянет эта игрушка вот поиграю там один-два раза вот потому что в принципе весь геймплей здесь сводится к чему да ни к чему по сути просто приходишь тупо и собираешь машину вот а это как бы друзья такое дело очень однообразное и ничего нового ну практически здесь не происходит за исключением конечно каких-то редких событий когда реально непонятно чё случилось и почему как бы не получается вот но это происходит довольно таки резко так давайте посмотрим что у нас там получается отремонтировать встречащую подвеску то есть но мы еще не все там разобрали здесь мы уже почти все нашли по шасси вот а по подвеске еще не все но почему потому что ну как бы я вижу да тут еще надо вот это все поразбирать и тогда все всплывет тут как бы такая ситуация что насколько я понимаю пока ты не снимешь ну на моем уровне да пока ты не снимешь деталь ты не поймешь каком она состоянии соответственно визуально как бы выглядит все ок вроде бы вот но есть какие-то господи есть какие-то внутренности которые не совсем как типа там вот сайлент блоков и так далее вполне возможно что вот как раз сейчас это самая проблема так ну понятно что здесь вот например вот эти стремянки рессоры могут быть не в порядке особенно то что я вижу это вот подкладки рессоры вообще в жопе полный вот давайте посмотрим что у нас получается по шоссе мы еще одну хрень не нашли да давайте посмотрим что у нас по шоссе что мы могли пропустить здесь стартер кстати вообще-то не очень хорошем состоянии мне кажется вы его по мне вообще вся машина плохая ну так вот эта фигня ребят мне кажется не очень может быть здесь какие-то свои блоки может быть еще что-то не знаю в общем мне кажется что проблема где-то спереди потому что по сути сзади мы уже все расковыряли вот сейчас мы с ними всю часть передняя и я думаю что будет уже все понятно да все понятно значит давайте начинать закупать закупать все что нам нужно значит рулевой наконечник и тяга мы еще не в том магазине сейчас находимся так рулевой наконечник рулевая тяга по-моему 1 до дальше стремянка рессоры 1 2 4 штуки так и сразу подкладку заберем подкладку подкладки дешевые возьмем сразу две там я не помню 1 2 вот задний амортизатор типа две штуки задний амортизатор типа две штуки так дальше у нас целым блоков сейчас возьмем давайте блоков в любом случае я всегда беру побольше они меня просто закончились я возьму 20 штук пусть они у очень много используются в разных там вещах вот так передняя пружина рулевой наконечник подшипник ступицы в общем все что касается давайте значит возьмем так передняя пружина все что касается вот господи подвески я думаю что надо взять наверное две передних пружины в любом случае сделаем нормально вот верхний подшипник переднего амортизатора верхний подшипник переднего амортизатора тоже возьмем две штуки вот еще у нас остается подшипник ступицы рулевая тяга подшипник ступицы рулевая тяга и передняя ступица и передний поворотный кулак передняя ступица передний поворотный кулак что осталось верхний рычаг подвески а я не помню я взял давай еще возьмем тупанул я верхний рычаг подвески верхний подверг верхний рычаг подвески окей ну если что там не хватило в любом случае еще докупим господи не проблема все погнали погнали собирать все это весь этот беспредел который мы разобрали раз два три звездочка горит вот сразу сайвом блоки пошли там вход как вы видели целых две штуки поперечная балка тудым-сюдым нижний рычаг подвески с новенькими с савин блоками рулевой наконечник сюда же вот у нас есть один амортизатор нормальный мы его сейчас сюда поставим ну как нормальный такой его можно поставить короче говоря вот чтобы не тратится мы в принципе могли бы поставить по большому счету там может быть даже больше денег получить но я фиг его знает вот здесь тоже все быленько собираем с этой стороны чтобы было все чики-брики тормозные колодки в пределе в мир мы в пределе мир мы норма но новое мир мы в пределе норма вот это вот у нас новенькая будет здесь стоять все закрутили колеса машина как бы не наша поэтому друзья особо я не это сам как говорится не за не заморачиваюсь вот то есть ну собираю по требованию как говорится чё там клиент сказал поменять чё написано то и меняем ну лячую машину жну естественно ему никто собирать не будет там все полностью меня ну допустим стартер я бы поменял я бы поменял стартер поставим новенький вот не знаю почему именно стартер захотелось поставить ну захотелось и все кидаем соединительную тягу а подвеску сейчас пойдем собирать на стенде на отдельном надо внимательно смотреть тоже на сайл блоке не забывать их ставить потому что они такие вредные можно пропустить реально очень часто напарывался на это вот все здесь вроде по насобирали накрутили осталось там только подвеску кинуть и уже будем перебираться на задней части машины так давайте собирать о боже мой о чем не так много пружин то да ладно так все пошли ставить амортизатор который сейчас только что собрали но и здесь вроде как все опять же вроде как все там будет видно потому что может быть что-то где-то пропустил вот на листовые рессоры сразу устанавливаются сайл блоки сюда ставится новый амортизатор вот туда тоже новый листовые 40 кидаем малые сайл блоки пошли и вот как то так я даже честно говоря не обращаю внимание как там у меня идет опыт ну я вижу 7 700 да как она там накручивается и за что и особо еще не сильно разобрался вот все тут уже что-то там они от меня хотят непонятно чё вроде нам так мне почему-то не создаются а ну понятно колесо еще здесь так стопы это я разбираю этого мне не надо мне надо собирать чоке давай собирать давай собирать ну и вопрос такой не пропустил ли чего так подвески есть люфты починили стремянка рессоры а ну понятно мы что мне собрали да и один сайлент блок мы по мы еще не то сам хорошо давайте до соберем и там будет видно вот эти все стремянки всю эту фиговину это все надо до собрать и тогда будет уже видно где-то пропустил я сален сайлент блок походу сейчас будем искать где тоже еще та история он туша говорила в принципе пропустить сайлент блок довольно таки легко так здесь все ну и где-то сайлент блок просто не установлен мы не так кажется там два стоят там два стоят значит наверняка спереди где-то проворонил где это может быть вопрос секунду вообще сзади находимся алё я смотрю что мало сайлент блоков спереди сайлент блоков намного больше тут вроде бы все на месте да вот он в общем выглядит она конечно мягко говоря не презентабельно но что есть говорится заказчик заказал ремонт именно этого чтобы она ездила и доход мы имеем с этого 1834 доллара плюс еще премию за выполнение заказа и за выполнение задания вот ну в общем как то так все сдали задачу и как будет переходим к следующей тачке вот следующая машина у нас будет поинтересней у нас тут кучу деталей не найдено вот я купил этот автомобиль у дилера он не был самым дешевым но вроде это был удобный случай единственная проблема это скорости которые тяжело переключается и иногда что-то чуть слева и справа также проверяю общее техническое состояние отремонтирует что надо но дилер гарантирует что все почти в нормальном состоянии вот ну такое давайте глянем по диагностике что у нас есть оба дыридов что он нам скажет тут у нас все в пределе нормы а здесь чем здесь тоже сопределили нормы так система охлаждения крыльчатка вентилятора и корпус вентилятора системы охлаждения не в порядке вот то что мы на первый взгляд так сказать смогли определить аккумулятор тоже ну в общем в общем выглядит это все я вижу что коробка передач тоже в ауте вот давайте постараемся довольно таки быстро определить все основные проблемы вот ну в первую очередь когда начинаем заниматься вот такими всеми делами значит нужно слить масло сливаемся вот и я бы хотел глянуть что у нас сразу снизу очень часто бывает что здесь какие то проблемы на первый взгляд с мотором все в порядке проблемы на самом деле тут в другом да окей значит с чего мы начнем давайте немножко опустим машину а нам надо доступ снизу автомобили на подъемнике значит нам надо опять же все наверх поднять так короче надо менять коробку передач это явно и да много чего здесь надо меня сейчас мы определимся так понимаю что суппорт тормоза в ауте все это расковыряем ну давай давай еще тут у нас ну понятно рулевая тяга в ауте в общем спереди я так вижу беда 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 пришла в наш дом вот надо перебраться на заднюю на вторую на второе колесо тоже его разобрать тут получше дело обстоит немножко с этим колесом и чё вот это тоже надо менять сто процентов ну в остальном как бы так коробку передач поменять почему-то не могу стартер мешает я понял а стартер можно снять только отсюда думаю что мы практически все проблемы уже обнаружили вот опять поднимаем снимаем коробку передач хочу посмотреть что там с маховиком и с остальными там делами так да тут все плохо короче это все надо менять секундочку маховик в ауте так ну чё посмотрим нашли почти половину или даже больше здесь тоже расковыряемся очень надеюсь что вот эта вот музыка которая играет здесь на фоне она бесплатная потому что если нет будет очень печально мы это проверим все расковыриваем короче тут вообще ну вы сами видите в каком это состоянии все ржавое ну вот в общем надо разбирать посмотри жопа полная вот это тоже по моему надо менять так значит тогда мы перейдем ко второму колесу его расковыряем вариантов других в общем то нет непонятно почему я должен снять целый блок прежде чем ладно в некоторых ситуациях мне не совсем ясно механика игры так вот это вот мы снимаем ну не знаю давай посмотрим да почти все нашли осталось две детали которые не обнаружены и думаю что это вот эти вот всякие сайлент блоки вся вся эта вот фигня там пружины амортизатор короче заднюю часть надо расковырять добить так сказать потому что так мы ее не это самое не определим да так еще один похоже еще один где-то завалялся то ли сайлент блок то ли что фиг его знает не совсем понял что ну понятно тут надо вот это вот все поснимать и только тогда я могу снять все остальное все задницу разобрали друзья все ну вот как то так как то так миллион вещей короче надо сделать вот ну и эту машину я уже буду собирать сам как бы без вас вот принципе мы нашли причину если игрушка зайдет и будет больше ста просмотров что для моего канала последнее время довольно таки редко то в общем буду почаще выпускать но в любом случае вот эту красавицу я соберу для вас не важно сколько будет просмотров соберу обязательно подписывайтесь на канал с вами был гагер до новых встреч спокойной ночи пока 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 пока